Сегодня на библейском портале Экзегет мы рассмотрим воскресное евангельское чтение, притча о немилосердном должнике. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих. И мы находим здесь следующие слова. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов». На самом деле талант — это очень серьезная единица. Это крупная денежная единица, около 26 килограммов чистого серебра. «Кто может сосчитаться с каждым из нас?» Это Господь, ибо все, что мы имеем в этой жизни, мы получаем от Него. Никто из нас, рождаясь в этот мир, не оплатил возможность видеть, слышать, говорить, осязать, обонять. Все, что мы имеем, — это божественная данность. И та планета, на которой мы рождаемся, с ее благобразием, красотою, все это не сдается даже нам в аренду. Мы имеем возможность бесплатно наслаждаться всеми этими красотами существующего мира. Собственно говоря, сложности в мире существуют из-за того, что некоторые люди узурпируют права Бога. Бог создал этот мир для человека, то есть для каждого человека, независимо от его национальности, цвета кожи, возраста и пола. Это общечеловеческий дом. Но как расточительно мы ведем себя в этом доме? Мы расточили собственное здоровье. Мы расточили те таланты, которые имели. Я вспоминаю некоторых своих друзей по школе. Там были очень талантливые дети, мои друзья. И я думал, когда мы учились все вместе, этот, наверное, станет великим художником, этот станет писателем, этот будет крупным ученым. Но иногда мы встречаемся в подмосковном городе Орехово-Зуево. И я вижу, что каждый из нас что-то потерял. В каждом из нас что-то безвозвратно утрачено. Я с радостью вспоминаю, какая память была у нас в молодости. Я читаю Библию с 12 лет. И вот то количество цитат, которые я выучил, скажем так, до 25 лет, они остались со мной по жизни. А сейчас уже память не та. И хотя сейчас я читаю значительно больше и чаще Священное Писание, но не та память. У нас ослабевает зрение, у нас ослабевает обоняние, осязание. Мы чувствуем, как покалывают кончики пальцев, немеют. То же самое на ногах. Как скачет давление, избыточный вес. И в этом смысле мы все задолжали тому, который создал этот удивительный мир. И создав его, сказал, что все весьма хорошо. Господь по праву Творца, как я часто объясняю, единственный собственник во Вселенной. И Он будет считаться со всеми людьми, особенно с теми, которые узурпировали Его власть в тех или иных регионах этой планеты. Когда Он начал считаться, прочитали мы, приведен был к Нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как Он не имел чем заплатить, то Государь Его приказал продать Его и жену Его, и детей, и все, что Он имел, и заплатить. Святитель Иоанн Златоуст пишет эта притча. И под царем здесь понимается Бог. Разве Бог хочет продать жену человека, его детей, и как бы на них возместить все долги этого человека? Конечно, нет. И Златоуст говорит, даже в этой притче остается это нет, потому что, в конце концов, Он его простит ни за что. Он просто хотел устрашить Его, Он хотел показать Ему, как неправильно Он себя вел, ибо расточающие те богатства, которые получает Он от Бога, Он расточает не только свое богатство, но и то, что принадлежит Его детям, Его жене, Его близким. А в Писании сказано, кто своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. И если церковь не допускает благотворительность за счет домашних того или иного человека, тем более она не допускает и не одобряет растрату всего того, что человек имеет в безудержном празднике жизни, так, что он теряет все и для себя, и для своих родных и близких. И оказывается, тем хуже неверующего, который не заботится о своих домашних. И что происходит далее? «Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, то есть царю, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Почему он так говорит «Потерпи на мне?» Потому что он все и растратил на себя, и в своем собственном гедонизме он видит причину обнищания. Не только в смысле материальном, в смысле физиологическом он теряет здоровье, в смысле духовном. Ничего не осталось. «Потерпи на мне, государь, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Вот именно об этом пишет Златоуст, что тот, который угрожает и жену, и детей продать этого человека, а потом просто отпускает. Это показывает на то, что он на самом деле подталкивал этого человека через страдания, возможные страдания, его жены, его детей, глубокому раскаянию. Здесь мы сталкиваемся с вопросом, а почему за грехи и преступления родителей страдают дети, близкие, родные, любимые, жены, грешных мужей. Потому что сами эти люди, пребывая в этом состоянии, гедонистического восторга, они даже не остановятся, видя, какой вред наносят собственному здоровью. Но видя страдания своих детей, любимых, близких, они могут остановиться, они могут задуматься и начать искать примирение с Богом. Это связано с тем, что грех расточительства, он тоже суицидален. Человек, который безудержно все растрачивает на свой собственный гедонизм в поисках самых изысканных наслаждений, он губит самого себя, он разрушает свой мир, жизнь собственного тела. Как, например, в Библии сказано, что блудник грешит против собственного тела. А разве обжора не грешит против собственного тела? Да, тоже грешит. И против души, и против тела, и против домашних. Каждый грех, который мы делаем, он становится проблемой. Не только для нас самих, но и для всех окружающих. Он как бы выдавливает Божье благословение из мира наших семей. А потом мы удивляемся, почему ребенок запалел. А потом мы удивляемся, почему кормящая мать страдает. А кто здесь виноват? И вот он освобожден. Ему простили весь долг. Он должен испытывать радость и веселье. Он теперь может вернуться к своей семье, к своим детям, которых подвергнул некой такой опасности. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, что значит одного, то есть таких было много, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Он один из таких же, то есть очень многие были ему должны. Он и расточал, может быть, в пьяном угаре, там давал взаймы, деньги людям. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Так называемая долговая яма. На востоке это были зендамы, что-то типа высохшего колодца, куда сажали таких должников. Товарищи его, вот этого, которого посадили в долговую яму, видев происшедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшее. А кому еще нам рассказывать? Любой из нас страдающий русский православный человек, что бы он ни натворил, он будет обращаться к Богу с просьбой помочь. А так как наши проблемы всегда связаны с проблемами других людей, и мы сами проблема для других людей, то здесь такая очень опасная взаимосвязь. И что происходит далее? Государь простил ему десять тысяч талантов и не посадил его в темницу, и не продал в рабство его жену и его детей. А как действует он? Он сажает человека в тюрьму, всего за сто динариев. Это несравненно более мелкий долг, и таких должников у него было достаточно много. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, десять тысяч талантов. Простил тебе. А надо сказать, что весь долг – это значительная сумма, а динарии – это римская серебряная монета. поэтому двадцать шесть килограммов серебра – это приблизительно семь тысяч динариев. И вот ради ста динариев он посадил человека. И государь выговаривает ему, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И так мы видим совершенно четкую картину, почему мы должны прощать и миловать. Потому что мы сами нуждаемся в прощении и в милости. Ибо мера того, как мы относимся к другим людям, и может, и должна быть мерой того, как Бог отнесется к нам. По крайней мере, когда мы читаем молитву Господнюю, мы просим об этом Бога. И остави нам долги наши, як уже и мы, то есть как и мы, оставляем должникам нашим. А если мы не оставляем должникам нашим и читаем эту молитву, то эти слова, этой божественной молитвы Господней становятся формой самопроклятия для нас самих. Нам надо спешить делать добро, потому что мы не знаем, сколько осталось времени. Успеем ли мы положить начатки покаяния? Успеем ли мы хотя бы как-то возместить тот ущерб, который мы нанесли другим людям? Иначе царь придет и будет считаться с нами. Это происходит сразу на мытарствах, когда человек восходит к престолу славы на одном мытарстве, на другом, на третьем, четвертом и так далее. Но там мы ничего уже не можем исправить, ибо у нас нету инструмента исправления, каковым является наше тело. Только тело человека есть инструмент исправления его души, и без тела мы ничего уже не можем исправить сами. Единственное, на что можем надеяться, это кто-то, может быть, будет молиться за нас. Сейчас молитва за другого человека, она вменяется в праведный поступок для самого этого человека, за которого молятся, потому что молятся за тех людей, которые оказали нравственное влияние на других. И эти другие, после смерти этого человека, который оказал на них доброе влияние, они молятся за него. А если ты расточителя, а если ты постоянно никому не прощаешь, ты сеешь вокруг себя неприязнь, так кто же будет молиться за тебя? Кто захочет разорвать вот эту пелену твоей гедонистической, эгоистической жизни, замкнутой самой на себя, как вещь сама в себе? Как я часто вам говорю, братья и сестры, христианин – это человек для других людей. Давайте никогда не будем забывать об этом и будем богатеть в Боге. И эти богатства, которые находятся на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, и где моль и ржа не разъедает, эти богатства состоят из чего? Из тех долгов, которые мы простили нашим должникам, чтобы свободно читать молитву и оставить нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим. Это богатство в небесном банке состоит из нашей благотворительности, из нашего меценатства, когда, может быть, имея немногие средства, мы стараемся помогать нуждающимся, как вдова принесла лепты, незначительные монеты и положила в сокровищницу храма больше всех. Спешите делать добро, потому что время ускользает, суд приближается и царь будет судиться со своими должниками и там на страшном суде будет решаться только один вопрос. Был ли ты милосердным или нет? Ибо суд без милости не оказавшему милость. Спасибо вас, Господь, и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею!